Добрый день всем любителям второго StarCraft! В этом киберспортивном году это сплайс Тиуай, появившийся в правом нижнем углу на карте Thunderbird Четырехтысячное противостояние в истории Global StarCraft 2 Лиги попало именно на этот игровой день Так что он точно станет незабываемым для нас с вами Он точно войдет в историю главной корейской лиги И безусловно я надеюсь, что уровень матчей, что уровень этого противостояния также войдет в историю Также мы будем потом рассказывать друг другу, каким же классным был этот самый матч Дарка и Тиуая Дарк, напомним, все еще является первым номером корейского рейтинга У Дарка просто гигантское количество очков WCS Он действующий чемпион GSL И несмотря на фиаско на турнире GSL против мира Дарку абсолютно ничего не угрожает в плане его шансов попадания на BlizzCon Он там точно будет, просто как один из игроков, который становился чемпионом GSL в этом году Также Корею точно представят на BlizzCon Trap, Maru и Su И скорее всего Classic, который находится слишком высоко, если мы посмотрим на рейтинг игроков А вот дальше 6, 7, 8 место HeroStats и Deer Три протаса, которые уже покинули этот сезон Global StarCraft 2 лиги И вот как раз за ними притаились Тиуая, Роу, Грагнарок и Зест Которые будут пытать удачу и пытать счастье в этом плей-офф И будут пытаться занять места этих протасов Потому что, ну вот, если бы сезон завершился прямо сейчас То Корею бы представили на BlizzCon 5 протасов, 2 зерга и 1 единственный Maru Terran В принципе, реальность может оказаться не столь суровой Но многое зависит в том числе и от итогов этого противостояния Матч до трех побед Как и все остальные четвертьфиналы Полуфиналы у нас уже будут до четырех побед, как и финал И, наверное, пользуясь случаем, расскажу сразу о расписании Сегодня у нас торник, 10 сентября И в прямом эфире мы смотрим первые два матча Их запись появится на моем YouTube-канале Надеюсь, что в 17.00 может быть немного попозже В зависимости от того, как долго видео будет обрабатываться Далее завтра следующий прямой эфир Также в 12.30 здесь на Африка ТВ Будем смотреть третий и четвертый четвертьфинал Ну и в следующую среду, а затем в следующую субботу будут играться полуфиналы На этой неделе у корейцев праздник, который на английском языке называется Thanksgiving День Благодарения У нас вроде бы ничего такого нет, да, не празднуется Но у корейцев празднуется активно Поэтому вот необычное у них расписание на этой неделе Вторник и среда Ну а дальше все будет по стандарту Среда, суббота, полуфиналы И суббота, 28 сентября Это день финала Все это я буду комментировать Все это я буду вам показывать в прямом эфире с записями на YouTube Окей, разобрались с организационной частью Давайте разбираться с тем, что в игре происходит Видим, что Тювай сразу идет в механизацию Без каких-то разговоров У него быстрые три орбитальные станции У него, мы видим, вторая и третья фэктори уже пошли в производстве Поэтому, видимо, чистые гелионы циклоны с самого начала игры Дарк пока очень активно насыщает экономику Но, как я понимаю, у него лейра пока не было, да? Если у него не было лейра в заказе То это может означать очень агрессивный геймплей с его стороны То есть он сейчас может просто заказать очень много роучей И попробовать провести какую-то атаку Показывает нам оверлорда, который там замер в одной точке Слушайте, ну да, много роучей делается Дарк поставил еще один газ Третий, да? Не-не-не, он с двух газов добывает Но этого как-то мало То есть это роучи скорее оборонительные получаются Ха Немного странный билд Потому что этих оборонительных роучей, мне кажется, желательно заказывать После заказа лейра А здесь сначала был потрачен газ на роучей А потом А потом, да, потом, собственно, пошел лейр Ну ладно Заказаны танки у Тиуая После того, как он увидел приближающуюся группировку роучей Но роучи и Дарка уже пошли домой И Тиуай, похоже, это заметил Отменил танки Начал заказывать циклонов снова Здорово здесь Сыграно Тераном Он в какой-то момент решил перестраховаться Но потом понял, что соперник просто Для обороны, по большей части, этих врачей построил И запугивал Терана Не повелся на эти нападки соперника Игрок Common Displice И сейчас чистыми циклоногиллионами Будет здесь пытаться воевать Будет пытаться наносить какой-то урон Много королев у Дарка Которые готовы здесь на крипе Противостоять войску Терна Тут Тиуай, похоже, F2 чит мощно так Потому что пришли морпехи Вместе с этим войском Но действительно, морпехи тут уже не особо нужны Они могут и умирать Чего уж там Чего уж там прям Выдумывать Зачем их оставлять на карте Тиуай в таком удобном стиле играет Просто ставит Дома Фэктори Строит циклоногиллионов Катается тут ими Подцепил Уехал назад Ничего сложного Такой, знаете, обманчиво Простой стиль Который действительно не суперсложен в исполнении Если зерк играет пассивно Но стоит зерку Включить хотя бы вторую, третью передачу Как расклады сразу сильно меняются Вот, например, такие контратаки Могут очень сильно помешать развитию мехтерна Пожалуйста Контратака минус 20 клона Сейчас еще экономика пострадает И все уже Сразу не все так весело Ударка при этом Определенный дефицит рабов имеется Он только сейчас их закажет До действительно серьезного количества Но Тиуай сейчас тоже не сладко Господа, давайте делать прогнозы Сколько рабочих построит Тиуай За эту игру До сотки доберется Ну то есть в сумме С очень высокой вероятностью Будет более сотки Но Это с учетом тех рабов Которых он скорее всего потеряет А вот будет ли Более ста одновременно Это Пока вопрос открытый В стиле Тиуая Конечно было бы сделать так Чтобы Ответ был положительным На мой вопрос Четыре базы у зерга Три базы у мехтерна Тиуай Как-то Да Поздновато Наверное Ставит четвертый командный центр Хотя с другой стороны Всего 120 лимита Когда его нужно было ставить Но восьмая минута И при этом у Тиуая 125 лимита Действительно Не сказать Чтобы у него Прям получился Какой-то мега крутой Опенинг С точки зрения Вот развития макро То ли его контратака Так сбила То ли еще что-то Но Ближе к девятой минуте Там можно уже потихоньку Лимит собирать Особенно при таком Открытии в три орбитальных станции Но опять же У Тиуая там еще и Две армари Там какая-то инженерка С турелями То есть Много-много Всяких вложений Не в армию делал Тиуай Там еще были эпизоды Когда он танки заказывал Отменял Это тоже не способствует Быстрому набору лимита Ну Посмотрим Что сейчас будет делать Террен Сплайс Он Как будто бы Планирует Выход в лоб По Достаточно Странному для меня Таймингу Ну это под 1-1 Получается Да То есть Это такой тайминг Под себя Мы не смотрим Что у зерга Мы просто идем вперед Окей Позиция выглядит Интересно Тайминг может быть И странный Но позиция выглядит Определенно интересно И Дарк сразу же понимает Что не так то просто Сюда наламываться Как Может показаться На первый взгляд Но Хорошие микозы Удается Немного проредить Эту группировку Циклона Гелеонов О С либераторами Даже сюда пойдет Тиуай Слушайте Ну это уже Прям Интересно Начинает смотреться Позиция действительно Убойная У нее надо Нападать с двух сторон По меньшей мере У Дарка прям Вагон королевы реведжеров Наверное что это Прям идеальный микс Такой ситуации Но вроде бы Дарк чисто Массой Да Грубой силой Эту позицию возьмет Не считаясь С потерями Которых у Зерга Здесь определенно Было немало Ну и вот тут то вопрос Не аукнется ли Тиуайу Столь поздняя четвертая база На которую он Только-только перешел Даже еще До конца Не перешел Там планетарной крепости Нет Если Дарк придет До готовности Планетарки Он тут может И повоевать На самом то деле Ой как там Либераторы разложились Эх Не догадался Дарк Надо было Коррозию байла Вот В эту кучку Либераторов Бросить И сразу Минус два Либератора За три Коррозию байла Такое знаете Акционное предложение Три коррозии байла И Один либератор Бесплатно Вдобавок к тому Которого вы можете Уничтожить Ну в общем Опять же Что хорошо сделал Тиуай Позиция у него была Классная Спору нет Что плохо сделал Тиуай Да как-то вот По макро Не впечатляет меня Скорость Которую он набирал лимит И Количество Юнитов С которыми он пошел В атаку Тоже не впечатлило Соответственно Дарку удалось Вот так вот Просто Силой Соперника взять Числом Ну может быть Конечно и умением Эти Слова вообще В Старкрафте Достаточно близки Друг к другу Потому что Скиллом макро Мы как раз и называем Вот эту Конвертацию Умения Число Юнитов Которые у тебя есть На поле боя Ну и В другие численные Характеристики Пытается Какими-то Маленькими Группами Циклона Гелиона Воперировать Тиуай Где-то На базу Соперника Забежать Где-то С юнитами Разменяться Ну так себе Получается Пока Эти маленькие Группки Ничего особо Не добиваются Дарк Люркер Дэн Добавляет Ну вот Такая идея Знаете Против механизации Вроде Очень спорная Там еще Если гасты Дальше будут Появляться То наверное Вдвойне И втройне Спорная Потому что Снайперские Выстрелы В люркеров По-моему Это вообще Ударная Такая Штука С которой Тяжело Совладать Но Знаете У меня есть Ощущение Что если Дарк Сейчас попробует Включить Не вторую А пятую Передачу Там Побросает Нидусы Поналамывается Где-то Удачно С блондинг Клаудами То Может быть Тут и не дойдет Дело До люркеров Потому что В целом Мне нравится Армия Зерга У него И грейды Неплохие 2-1 И крипа Довольно много И как следствие Контроля Карты Довольно много Ну вот сейчас Нельзя конечно Вайперов Так просто Отдавать На этих Викингах Да И пошли Нидусы С этим Сейчас тяжело Будет работать Тиуаю Карта Большая И если Мехтерн Там уже Включает Какой-то Режим Агрессии То Не так Просто Со всем Этим Справляться Вот Нидус Внизу Видите Уже Вынуждены Рабы Выпиливать Ничего У них Не получится Там Определенно Появятся Юниты Здесь Красиво Поработал Дарк Паразитическими Бомбами Против Викингов Ну и Совсем Большие Проблемы Начинаются У Тиуая Я пока Не до конца Понимаю Что Должен делать В этой Ситуации Мехтерн Ну вот Это та самая Пока не пятая Но уже Где-то Третья Четвертая Передача О которой Я говорил Очень тяжело Становится Мехтерн Лимит Сразу Просел До 140 Можно Еще соплави Всякие Потерять Приходится Оставлять Какие-то Танки Дарку Конечно Сейчас Куда Веселее Играется Чем Тиуаю Которому Приходится Вот Взаимодействовать С соперником Сразу В нескольких Точках На карте И вы Понимаете Что это Не самое Удобное Положение Для Мехтерна Странно Что Дарк Не стал Предпринимать Попытку В это время Наломиться На какую-то Базу Но посмотрите За то Что он Сделал Он сделал 13 люркеров А следующей Базе Он просто не дает Приземлиться Это тоже Очень грамотно Ну Люркеры С апгрейдом На скорость Закопки А если Они еще будут На холд фаер Ой-ой-ой Я предвкушаю Тут такую Мясорубку Господа Да Если Заманить Терана На это Люркерово Поле Тиуайта Люркер Дэна Не видел Ох Что сейчас Может быть Дарк Сейчас очень здорово На самом деле Придумывает Единственное Что соперник Скорее склонен Сейчас нападать Вот Откуда-то справа Но будет Расшатывать Конечно Дарк Будет пытаться Там как-то Придумывать Варианты Нападать С разных сторон Ну вот Неприятно Дарку Что Тиуай Сейчас так Пассивно Отыгрывает Да Дарк Понимает Что Похоже Пока не работает Эта история С командой Холдфайр Люркером И люркеры Тут попались На скан С другой стороны Это пока Само по себе Ни о чем Не говорит Ну есть Люркеры И есть Но Тиуай Уже будет Более осторожен Может быть Даже Рейвена Добавит Красивая задумка От Дарка Пока она Не сработала Но может быть Он еще К ней вернется Ну по-моему Надо снова Пытаться включать Третью Четвертую Пятую Какую получится Передачу В противном Случае Тиуай Сейчас сможет Конечно Достаточно Спокойно Перевести Игру В лейтгейм Дарк Как красиво Играет Позакапывал Тут рабов Молодец Дарк Пока Прям радует В этой игре Много Интересных Маневров Много Интересных Задумок Очень Небанальная Такая Зерговская Игра Знаете Не по шаблону По которому Там Играют Условный Сэрл Тут есть Какие-то Свои Задумки Какие-то Свои Подходы Сейчас Будет Попытка Видимо Наломиться Во лбу Но тут Честно говоря Не знаю Разве что Да Вот так Повыдергивать Каких-то Юнитов В том числе И наземных На люркеров Повыдергивать Это нормальная Тема А так Люркеры Довольно Спорная Штука В том плане Что танки Конечно Их Контрят Сами По себе Надо бросать Нидусы Пятая передача Дарк Пятая передача Надо бросать Нидусы Надо активнее Взаимодействовать С соперником По карте Сейчас Начинает игра Разворачиваться В пользу Тиуая Я бы сказал Если он Вот здесь Спокойно Будет защищаться В центре Карты Будет выходить На новые Локации Это Будет Очень сильно Бить по зергу С люркерами Вот так Просто на лом С блайндинглаудами Видимо Да Это интересно Нельзя давать Оппоненту Просто так Закрепиться На этой Площадке В центре Очень круто Работает Дарк Связка Люркеров И блайндинглаудов Действительно Неожиданно Эффективна Новая группа Люркеров Заказывается 3-3 У Дарка На его войско 3-2 По каутюая И Бросается сюда Червнидуса Для того Чтобы в случае чего Можно было быстро Вернуться к люркерам Или наоборот Люркерам Можно было бы Куда-то Перебросить Проезд гелионами На пустую базу Зато гидролиски Тут как тут Здорово Дарк Действует В этом эпизоде И даже С другой стороны Гидролисками Зашел Совсем Красавец Дарк сейчас Начинает Использовать Нидусы Просто для того Чтобы Можно было проще Перебрасывать Группировки Своих юнитов За одной части Карты В другую Мехтерну Приходится Растягиваться И вот как раз По этому Дарку нужно Продолжать Делать то Что он делает Нужно продолжать Растягивать Мехтерна От него наоборот Нужно попытаться Как-то Сконцентрировать Всю свою огневую мощь В одной точке Потому что Именно этим Сейчас сильная Его армия У него нет Каких-то Мобильных юнитов У него нет Баттлкрузеров У него нет Группировок Гастов У него просто Танки Тор и Либератор У него очень Позиционное Войско Не удается Отбить Планетарку Справа Потому что Там было Всего-то Навсего Один-два Танка Либераторы С дальности Нужны Для того Чтобы Раскладываться На люркерах Дарк Красиво Уходит В Нидус И сейчас Видимо Появится Где-то Справа Ох Как хорошо Как хорошо Сейчас играет Дарк С этими Постоянными Перебросками Армии Он просто Не дает Возможности Тиу Проявить Сильные Стороны Свои Как игрока И своей Армии Еще Минус Одна база И там Уже новый Нидус Готов Красивейшие Игра От Зерга Вайпера Он только Где-то По дороге Потерял Но это Не странно В такой ситуации Вот снова Обратите внимание Как только Дарк Включает Высокую Передачу У соперника Начинаются Гигантские Проблемы Просто Гигантские Сейчас Может немного Отыграться Тиуай Потому что Можно тут Вайперов Поймать Да Красиво Выходит Выходит Из положения И С паразитической Бомбы Тиуай Приземлением Викингов Полетел Небольшую Контратаку Здесь Орбитальная Станция Занимает Локацию Но Люркера Уже Закопались Не дают Так спокойно Там добывать Посмотрим Чего добьются Либераторы Они призваны Как минимум Отвлечь Внимание Зерга На какие-то Проблемы Которые 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 Этого Викинг Гасты Гасты Наверное Тоже Как-то Помогут Там Люркер Помогает Держать Оборону Дарку 120 лимита У Тиуая Мне кажется Тиуая Уже Вытащить Эту игру Не может Слишком Мало У него Экономики Всего 48 Рабов Да А да Я говорю Это про Тиуая Именно У него Мало Экономики Именно У него Мало Рабочих Такое Тоже Бывает 1-0 В пользу Дарка После Прекрасной Игры На карте Сандерберт Второй Сет На карте Тритон Отмечу Что Эту Карту Выбрал Именно Теран Дарк Все-таки Выбрал Сандерберт И По сути Взял Свою Домашнюю Карту Теперь Посмотрим Что Же Попробует Сотворить Тиуая На карте Которую Выбрал Именно Он Тиуай Появляется Слева Сверху Еще раз Напоминаю Для него Этот матч Максимально Важен Если он Проигрывает На Близконе Мы Тиуая Не увидим Поэтому Конечно Сейчас Очень Важно Терану Собраться Показать Все на что Он способен Ну и прочие Банальные вещи Которые Мы конечно Говорим И Ну можем В принципе Даже не проговаривать Все это и так Понимают Но Я просто Это подчеркиваю Потому что Мне кажется Что в первом сете Тиуай Ну не идеально Сыграл В принципе Мне куда Больше нравилось Как играет Дарк По ходу Того сета Я это не скрывал Наверное Это было заметно Потому что Тиуай Играл Ну вот без Какой-то Искринки Не знаю Как бы это Назвать Ну просто Там Строил Какую-то Мехармию Ну просто Как-то там Пошел В довольно Странную В плане тайминга В атаку Потом Просто немного Плыл Каждый раз Когда Дарк Включал Высокую скорость В целом Не скажу Что адаптировал Стратегию Под большую карту Потому что Ну например Банально Да Чем больше карта Тем лучше Там будут работать Батлкрузеры Допустим Да Почему Батлкрузеры Ну потому что Вот у них есть Мобильность Которая нет У Торов Там Танков Я не говорю Что надо было В батлов Идти Я просто Объясняю Что разные Есть варианты Адаптации Стандартной Механизации К большим Картам Да Циклоны Гелеоны Это наверное Лучше Чем просто Позиционные Танки Хелбата Викинги Но в какой-то Момент Вот В позиционку Танка Тора Либератора В очень Жесткую Позиционку Перешел Тиуай Может быть Ему не нравится Как сейчас Работают Батлкрузеры Может быть Не нравится Добавлять Гастов Не знаю Но Факт Остается Фактом Задумка Тиуай Скорее Не сработала Чем сработала И это Безусловно Его Ошибка Ну или Не ошибка А неправильный План на игру Тут уж Не знаю Рассуждайте Как хотите Тем временем Дарк Посмотрите Что вытворяет На Тритоне На карту Которую Выбрал Тиуай Дарк Подготовил Очень Агрессивный Билд Тиуай Пока потерял Раба-разведчика Потерял Который строил Командный Центр Рабочего То есть Двух рабов Отдал на старте Но риппер На карте Есть Появились Два Морпеха И в принципе Похоже Что-то Заподозревал Месье Тиуай Так как Факта Изначально Ставилась Таким образом Чтобы перелетать На реактор Но потом Как-то Вот она Улетела Поближе К стерапорту Чтобы давать Ему Техническую Лабораторию Я сильно Подозреваю Что Тиуай Изначальный План Мог быть Немного Другим Дарк Посмотрите Как Жестко Сейчас Будет Лезть Очень Быстрые Роучи В заказе У корейского Зерга Тиуай Мне кажется Отбиваться От этого Должен Уверенно У Баншира Липоин Домой Бункера Правда Нет Но Видит Сейчас Рипером Этих Роучи Теран Бункер Правда На натурале Ставить Наверное Немного Наивно Можно Было бы На мэйне Попробовать Поставить Роучи Это прямо Сейчас Уже Подходит Даже Если Рипер Потянет Время Но Дело Тут Мне кажется Не в Бункере А скорее Вот в Банше В том Что Банше Вот-вот Появится Да и Мариков Кстати Очень Много 8 Марпех Тут Роучи Сейчас Отлетать Будут Летает Эверлорд Дает Вижен На Хайграунд Это Пока Не сильно Помогает Дарку Бункер Похоже Так Достроится Не удался Снайперский Корозив Байл Который Мог бы Выбить Рабочего Строившего Бункер Тиуай Прям Улынова Знаете В этого Аверлорда Пытался Зайти Марпехами Но по итогу Заходят На хайграунд Датироучи Реведжеры По-моему Тиуай Просто решил Что он и без Банше Отбивается Банша Полетела в Контр-атаку И сейчас Там будет Уничтожать Экономику Зерга Тиуай Отдал Много Рабов Но возможно Оно того Стоило Потому что Банша Уже Здесь А справа Колония Даже Не заказана И у Дарка Сейчас будут Просто Катастрофические Проблемы Ничего он не может Сделать С этими Баншами Дарк Наверное Мог бы Задать себе Вопрос Какого Чёрта У соперника Дома Одни Только Марпехи И больше Ничего Абсолютно Может быть Он думал Что это Батлкрузер Не знаю Это самый вероятный Расклад На самом деле Что Теран Вот в этой ситуации Идет именно Батлкрузера Но И против Батла Тоже спорки Бы пригодились Так что Можно было бы Наверное Перестраховаться В этой ситуации Зергу Дарк потерял 12 дронов Это конечно Не предел Потому что Банши пока живут И очевидно Каким будет Продолжение Терана Марика Танка Баншевый выход Какая-то Попытка Позиционного Давления Через Хайграунд Маловато конечно Марпехова осталось После всех тех историй С отбитием От ручевого пуша Но Я думаю Все равно Можно попробовать А еще Вот такой вариант Смелый Третий командный центр Наверное Да Наверное Это Призонное решение Даже пришел Вот так Бесплатно Овер Отжал Ну знает Конечно Тиуай Что там нет Грейдана Мувлингом И без Быстрых собак Там очевидно Что Дарку Особо нечем Реагировать Он не мог построить Кучу ровучей На данном этапе Вы знаете Я затрудняюсь С оценкой Этой игры В плане У кого сейчас Преимущество Потому что Все таки 39 из Севина 54 дрона И Сейчас Ударка вообще Будет полноценно Раскачанные Три базы Но С другой стороны У Тиуая Очень много Позиционного Превосходства Над соперником Овера Вон там Почистил По карте Баншами Летает Очень сложно Я бы все таки Отдал предпочтение Зергу Мне кажется Что Тиуай Зря не попытался Прийти по земле Хотя бы Просто зайти На крип Вот всем тем войском Марики Танки Банши Чтобы Дарк Был вынужден Дозаказать Роучей Потому что Сейчас я боюсь ошибиться Но по моему У Дарка на карте Один таракан И куча Баншей Натыкаются На королеву Раз за разом А Марики Танки Просто дома Сидят Одними королевами От марика Танков Отбиться Было бы Слишком сложно То есть Мне кажется Что Тиуай Чуть-чуть Вот Не реализовал То отсутствие Армии Дарка Которое Мы наблюдали В течении Долгого времени А сейчас У Дарка Все очень хорошо Три полностью Раскачанных Базы Четвертая Ставится Один-один Делается Грейдному в роучем Делается Да, понятно Крипа мало Из-за того Что позиционка Была все-таки Проиграна Но Скорость Которая будет Набирать Лимит Дарк Меня немного Пугает Да, Тиуай Вроде бы В хороший выход Идет Стимпак есть Один-один И скоро будут готовы Щиты там Подоспеют Опять же Спасибо новому патчу Стимпак Очень быстро Готовы щиты Соответственно Будут готовы Быстрее Это все хорошо Но Перспективно На то, чтобы реально Продавить оппонента Я не вижу Я реально вижу Расклады При которых Ударка просто Через полторы минуты Двести лимита И с этим Ничего не сделать Просто Двести лимита Роучейс Один-один Будут приходить И Раздавать Терну Плюшки Что сейчас делать На месте Тиуая Ну однозначно Ставить вторую факту И строить Два миллиона танков Это единственный расклад Да, летать дропами Конечно По возможности Еще по возможности Ну вот просто Чистить крит Тут даже дропами Этими надо Не экономику Выбивать Надо Опять же Играть позиционку Забирать у соперника Вот это чувство комфорта Которое у Дарка было Долгое время Дарк ставит Нидус Ну вот он реально Он собирается просто 200 лимита Роучей Ревджеров С 1-1 построить И дальше с Нидусами Игру закончить Очень тяжело будет Сейчас Тиуая Нереально важно Позабирать Вот этих оверлордов Позабирать крип Позабирать контроль карты Чтобы зерк Который идет в Нидус И чувствовал себя Не так круто Ой, ну тут Королевы даже подошли Дарк на самом деле Молодец Плюс 50 лимита У него сейчас Вот сейчас Время начинает Работать на Тиуая Вот с этой секунды Начинает Сейчас самый плохой момент Минус 50 лимита И 1-1 на 1-1 По грейдам Вот если пережить Этот момент Если как-то Эту минутку Продержаться Дальше Тиуая Будет легче Потому что Все больше и больше Будет танков Там второй фронт Вот-вот откроется На мейне Роуч И успевает Вылезти В каком-то количестве И новый червь Брошен Кстати в другое место Не на мейн Это странно Я думал Что под прикрытием Этих тараканов Еще один червь Будет брошен Но нет Там немного Другие задумки Черевь будет брошен В подкрепление Ну тогда Может и переживет Сейчас этот Неприятный эпизод Для себя Тиуай Какая-то баньша Материализовалась Да Плюс 11 дронов 2-2 Дарк вынужден Перестраиваться Тиуай все-таки Справился С сложнейшим Для себя Моментом в игре Я думаю Что это была ошибка Дарка Не бросать второго червя На мейн К сопернику Там явно Можно было извлечь Очень многое Из еще одного Нидуса на мейне Который бросался Уже под прикрытием Роучей Это что за Нидус такой Для свармхостов Знаете Как будто Которых нет И не будет Конечно Против пехоты Ну Сейчас Сутева Это повеселело Все Скоро будет 2-2 Танков там уже Ближе к десятку Наверное Да Набралось Четвертый командный Центр полетел Тут Вообще-то Все зашибись Либераторы Не совсем Понимают Зачем Сейчас Нужны Просто Весь Газ В танке Прям Безоговорочно И Очень зря Им не сделан Плюс один На атаку Кстати Вот это Можно записать В ранг Серьезных Претензий К Тиуаю Потому что Ни единой причины Нет для Такого количества Танков Не сделать Плюс один На атаку Смешно Говорить О том Что О Этот Грейт Сколько Это Стоит Он Бесценен В плане Влияния На Тот Урон Которые Танки Выдадут Сражение По Роучер Реведжера Линга Бейнлингам Дарка Сейчас 200 Лимита 201 Был в момент Когда он Хату Отменил И дрон Еще Жил Ну и Дальше Дарку Нужно Ити Вайперов А Вайперов Не будет Еще Где-то Минуты Полторы Вот он Золотой Тайминг Уже Для Тиуая Сейчас Все Говорит Именно В его Пользу Но Здесь Вроде Хорошо Инициирует Зерк Правда Сзади Куча Еще Медленных Бейнлингов Да ладно Дарк Идти до конца С медленными Бейнами Это Какой-то Наивняк В этой Ситуации Продолжаю Считать Расклады Для Тиуая Максимально Хорошими Сейчас Но Конечно Чуть-чуть Времени Нужно Дарк У которого 106 Зерк До заказа Скоро Его армия Станет Все-таки Чуть Более Приспособлена Уже Хотя бы Мулбейном Там Появился Можно уже О чем-то Говорить Либераторы Не сказать Чтобы добились Чего-то Серьезного И вот Сейчас Дарк Намного Лучше Наламывается Реведжеры Попадают Коррозив Байлами Но Бейны Не добегают До пехоты Вот Может быть С новой Порцией Что-то Получится Но пока Пока Не удается Бейнам Соединиться С морпехами В основном Потому что Танки Колоссальную Работу Проделывают Конечно Дарк Тем не менее Пока будет Держаться Это очевидно И дальше Опять же Потенциально Вайперы Там Адреналин Лингом Ультралис Кеверн Какой-нибудь Начинает Перестраиваться В мины Тиуай Из танков Абсолютно Правильное Решение Здесь Собирает Морпехов Улетает Танков Рядом Больше Нет Коррозив Байл По собственному Бейну В коконе Не очень Хорошо Получилось Тиуай Сейчас Вот так Весело Пробует Подропать Выбить Справую Колонию Чтобы она Не Отлично Сыграно Здесь еще Один дроп Морпехи Разбегаются А новые Морпехи Вот так Высаживаются Прямо На головы Этим Реведжером Красиво Сыграно Тиуай И вайпера Удалось Даже только что Заснайпить Вот это Было прям Вообще Круто Два вайпера Было построено Один только что Был уничтожен Второй Появился На карте И где-то там Высасывает Энергию Дарк Достойно Держится Под давлением В отличии от Тиуая На Сандерберт Не плывет И даже вот так Успевает местами Цеплять Медиваки Врага Дарк сейчас Чемпионский Старкрафт Показывает Прямо Реально Чемпионский В очень сложной Ситуации Очень хорошо Действует Почти Пережил Сложнейший Для себя Этап игры Дарк Сейчас у него С вайперами С блондинклаудами Все пойдет Явно Повеселее Корзюбайла Там как-то Как-то Зашли Конечно И хотелось бы Именно в танки Набрасывать Ну и здесь Пошли мощные Контратаки Гигантское Забегание Зервингами Пока без адреналина Который К слову Им не заказан До сих пор Ну и очень Жесткий взрыв От мины Который там Под двадцатку Фрагов За Вот такой Вот выстрел Вторая Подряд Очень такая Плотная Контактная Игра Госакадемия Делается У Тиуая Пехота Гастов Пока выглядит Несколько Преждевременным Я бы пока Добавил больше Мин просто Против кого Сейчас Гасты Вайперов Что С ними Можно и так Бороться Мне кажется Их пока Не слишком много Они пока Не слишком страшны Сейчас Пехота С 3-3 Конечно Будет главной Такой Боевой Но и Боевой Боевой мощью Дарка Локации Случайно Не сможет О его Если хотите Насобирать Деньги На слонов Построить Их Более Чем Достаточное Количество Для того Чтобы Заставить Тиуая Строить Гастов И выводить Эту игру В лейтгейм Такой Уже Полноценный Это у нас И без того В принципе Похоже На лейтгейм Но Пока Маловато Как для Пожеланий Зерга Позиционки И многовато Экшена По нескольким Фронтам Зергу Это Сейчас Не очень Комфортно Так же Как не было Это комфортно Тиуаю На Сандерберг Снова Идет Вперед Теран Снова По правому Флангу Снова Будет Пытаться Забрать Здесь Хэтчери Дарк Ну Пока Слабо Принимает Сражение Здесь Он ничего Не может Добиться Да Там Позалетали Паразитические Бомбы В медиваке Это все Здорово Но Надо Уже Как-то Смелее Нападать Вот Теперь Пошло Полноценное Сражение Еще Одна Группа Мины Они Там С Френдли Файером Я вам Скажу Постреляли Немного По своим Появляется Уже Связка Инфестров С вайперами В теории Это Ровно То Что Должно Быть Нужно Против Пехоты На практике Посмотрим Тяжело Тяжело Дарку Он Сейчас На грани Одно Неудачное Сражение Дарк Сразу Пишет ГГ Выходит Просто Вот Одно Неудачное Сражение Отделяет Его От Неминуемого Поражения Надо Очень Осторожно Действовать Отличные Блондинг Клауд И Да Вот Так Френдли Файер Провоцировать Очень Круто Сыграно Дарком Аверсирами И отдельными Зерлингами Он Заставляет Мины Стрелять Не так Как Того Хотелось Быть Тиуая Тиуай Не Выдерживает Уже Заказывает Первого Гаста Потому Что Походу Его Начали Раздражать Эти Вайперы С Бесконечными Паразитическими Бомбами А тут Еще Расползлись Инфесторы Как же Классно Сейчас Играет Дарк Но Опять же Просто Много Тирана Не Уверен Все Еще Что У Дарка Все Получится Скан Как раз В инфестора Мина Разрядилась Очень Обидно Дарку Первый Слон Появился Помните Говорила Задача На Пятиминутку Ну Пятилетку За три Года Не знаю Готовлю Выполнить Дарк За Три Минуты Он пока Задачу На пять Минут Не Выполнил Но Он По крайней Мере Приближается Приближается К выполнению Очень нужны Сланы Во лбу С двумя Апгрейдами И со Скоростью И с Армором Дополнительным Они будут Чувствовать Себя Куда Увереннее Чем Эти Линды Бэйны Гост Подошел ЕМП Вайперов Уже Видимо Он бросил Судя по тому Какие пустые Все Вайперы До единого Очередная Контратака Дарк Понимает Что тут Уже Невозможно Бесконечно Держать Удар Надо Уходить Не хватает Юнитов Хорошо Удалось Расплетить Зерглингов Контратака Одновременно На две Три Базы Может Пойти Но Сам Дарк Теряет Не то Что две Базы Он теряет Вообще Половину Своей Экономики Нет Похоже Что Дарк Уже Никак Не вытащит Эту игру Я думаю Что Счет Будет 1-1 Сейчас Да Слон Появился Второй Вдобавок К уже Построенному А Там еще Три Смог Построить Дарк Но Слон Которого Построил Дарк Эту игру Вытащить Не Сможет Не хватает Просто Армии Не хватает Не хватает Каких-то Интересных Маневров Хотя Дарк Пытается Их Время От Времени Предпринимать Вот С таким Например Червем Нидуса Очень Интересно Играет Зерк Во второй Игре Подряд И Использование Нидусов Мне нравится И какие-то Там Одинокие Закопанные Юниты Вроде Люркеров В прошлом Сете И Инфестра В этом Но это Не помогает Тиуай Очень здорово Отыграл Блестящий Кризис Менеджмент Абсолютно Заслуженная Победа Один Один Счет Начинается Поехал Тиуай Ставить Прокси Один Один В интереснейшем Противостоянии Дарка И Тиуая Корейский Зерга Тиран Выясняет Отношения В четверть Финале Глобал Старкрафт Два Лиги Для вас По-прежнему Комментирует Алекс 007 И Сейчас Для вас Продемонстрирует Все свое Прокси Барачное Кунг-фу Сплайс Тиуай А Дарк Будет пытаться Все это дело Отбивать Это два Барака Риперы Тут очевидно Что По постановке Газа Не должно быть Сомнений В наличии Риперов На карте Спустя какое-то Время Интересно Бараки Ставятся Такое ощущение Что там Внутри Будет Глухая Стенка Через Которую Вообще Никак Не Пробраться Не знаю Что будет Делать Тиуай Если туда По итогу Заедут Рабы И придется Барак Поднимать Это По идее Довольно Очень сильно Мешает Такой Ситуации Тернум Ну не знаю Не знаю Посмотрим Пока Вот Первый Рабочий Выезжает Похоже Нормально Так что Об этом Беспокоиться Не приходится Дарк Как мы видим Разведку Вторым Эверлордом Не проводит Рабочий Тиуай Просто поехал Домой Как мы видим По миникарте Со вторым Опять же Посмотрим Что в итоге Получится Я бы все Я бы все Какой-то Бункер Поставил Я бы Поставил Какой-то Бункер На натурале Во-первых Чтобы сорвать Рабов Во-вторых Ну Чтобы там Риперы Дальше Угрожали Как-то Хэтчи Но видимо Тиуай Считает Это лишним И заодно Он пока Никак Не палится И Создает У Дарка Полное Ощущение Безопасности Дарк Поймет Что что-то Не так Только вот Может быть Сейчас Если он Увидел Этого Рабочего А я не понял Он его Увидел Или нет Судя Потому что Он только что Заказал Еще одного Дрона И собирался Заказывать Третью Скорее Нет Ну что А Третью Все равно Поставил Дарк Очень интересно Как он будет Отбиваться От двух Прокси Бараков Если честно У меня есть Огромные Сомнения В том Что сейчас Дарк Не проиграет Игру За Следующую Минуту Можно столько Рабов Отдать Я просто Не понимаю Как Как вот Одной Королевой Отбиваться От четырех Риперов Которые Будут Утювая Сложно Сложно Будет Отбиваться Конечно Утерна Там пошел Командный Центр И как Свои усилия Противостояние С ними Но тогда Получается Что риперы Могут Бесплатно Запрыгивать На хайграунд И там Точно так же Бесплатно Забирать Зергангов Которые Естественно Не могут Без апгрейда На скорость Конкурировать С риперами Не знаю Пока Тиво Я не потерял Вообще Ничего Дарк Парабан То в принципе Тоже Не особо Что-то Терял Но Приходится Ему Этих Рабов Не Строить Тем не менее Дарк Ну я бы сказал Очень достойно Отбивается Тивай Знает Тайминги Грейда На скорость Лингом Отступает Дома Уже Делается Реактор На Фэкторе И Дарк Собирается Оббегать Гигантским Количеством Зергангов 26 на 20 Парабан В пользу Терна Сейчас Готов Второй Командный Центр У Тивая Тивай Уже В любой момент Готов будет Отбиться Дома От контратаки Соперника Хорошее Понимание Таймингов Дарку Уверенные Такие 4 с плюсом За Кризис Менеджмент В этой Ситуации Тивай Мне кажется Все таки Мог бы Поставить Бункер На натурале Чтобы соперника Чуть больше Напрячь Как минимум Такой Халявной Третью У Дарка Не было бы Но Не стоит Думать Что Все Дарк Отбился И теперь Он в диком Плюсе Потому что Дескать Те риперы Не окупились Риперы Еще окупятся Обязательно Вот пока Не будет Хорошего Количества Роучей На карте Эти риперы Вместе с С гелионами Будут Будут Представлять Из себя Гигантскую Угрозу Для экономики Дарка Ни в коем Случа Нельзя считать Что все Рипер Это мы же Ничего не сделали ГГВП Дарк Красавчик То есть Дарк То красавчик Но На данном Этапе Конечно Дарку Еще Нужно Серьезно Подготовиться К обороне Следующей Стадии Хараса Четыре Королевы Видите Все Дружно Здесь собрались Кучку Им сейчас Не до инъекции Не до еще чего-то Им надо отбиваться Там кстати Такой Лэйр Знаете Я бы даже Сказал Слишком Быстрый Как для Текущей ситуации На карте Может быть Это прям Нидо с роучами Дальше Ну смотрите Тут Опять же Риперов Очень много Королевами Отбиться От хелбат Пуша Будет крайне Тяжело Потому что Риперы Своими бомбочками Постоянно будут Мешать Королевам Воевать Уже с роучами Должно быть Попроще Но Королевы Сейчас под большим Ударом И минимум Две будут Потеряны А то и три С такими-то Бомбочками Классными Но я жду Нидуса В продакшене Прям жестко Жду Нидуса Красиво Контролит Тиуай Табличка Производство Опа Здравствуйте Либератор На мейне В общем Да По итогу Вы видите Как сильно Окупились В том числе Риперы Потому что 46 на 50 По дронам Уже не так Все весело У зерга И вопреки моим Ожиданиям Нидуса на карте Нет Очень интересно Зачем тогда Лаир В чем его Функция В этом Раскладе Ну Тяжело будет Дарку Я думаю Продолжается Харас Летают Либераторы Не то чтобы Было много Королев Которые могли Наказывать Терна За эту Наглость Дарк еще Не разобрался Нормально На третьей Базе Да Тут типа Пришли Реведжеры Типа Страшно Там Банша Танк В продакшене Они просто Убьют Какое-то Количество Рабов И дальше Будут все До единого Отданы Очень плохи дела У Дарка Дома Мне ужасно Не нравится Ситуация Для зерка Да Вроде Выглядит Так Как будто 61 на 47 А тут Еще и Пришли Реведжеры Прям Ух Как все Здорово Да Да Вот Вот Не здорово Прям Вообще Не здорово Смотрите Что происходит Добычи На третьей Базе Все это Время Не было Лейр Зачем Не совсем Понятно Только сейчас Ставится Шпиль Банша Не всех Реведжеров Домой Отпустила А дальше Еще будет Скорость У этих Самых Баншей Там вопрос Сколько Королев На карте Ударка Крип Ударка Вообще Ноль Его Просто Нет Единственное Что Мне кажется Может Сейчас Выиграть Игру Дарку Вот Прям В обозримом Будущем Они на Дистанции 25 минут Как обычно На Kings Кофф Это Неразведанный Шпиль Если Его Развед... Что Дарк Встретит Попытки Хата Поставил Если Шпиль Разведает Ти Вай То Он Легчайшего Отбивает Потому Что У него Тармари Давным Давно Есть Он Просто Заказывает Тор И Все И Вот Он Скан Ну И Опять же Перспектива Дарка Начинает Выглядеть Весьма Туманно Я не думаю Что Сработает Сразу Четвертый Четвертый Командный Центр Пошел Настолько Вутевая Теперь Все Хорошо С его Точки Зрения Двух Корозивбайлов Тут Не хватит Чтобы Выбить Либератора Тем более Что Попал Только Один А Либератор Вернулся На Третью Базу Снова Срывает Всех Рабов Здесь Дарк Но Теперь Либератор Умрет Нет Нет Не достали Корозивбайлов В третий раз Либератор Раскладывается Над этой базой В этот же момент Еще Байнши Прилетели Ох Как же Тювай Тут Назойлив Это просто Фантастика Это че такое Сейчас Барриколом Его вернуть Да Вернет Уже Этого Либератора Тера Но зато У него Дома Торы И ударка Меньше Лимита Когда он Играет Против Мех Терна У которого Уже Готов Четвертой Командой Центр Но теперь Вы понимаете Мой скепсис Да По поводу Позиции Зерга В этой игре Муталиски Уже вряд ли Чего-то Добьются Если честно Я бы вообще Наместить Тиуа Сейчас просто По таймингу Плюс один На атаку Собрал бы Монатки Да пошел бы В атаку А что там Миссию Соперника Что у него Вообще Может быть С теми Проблемами Которые были По экономике Постоянно У Дарка Что у него Сейчас может быть В теории Никаких же Опасных Технологий Муталисков Может быть Наверное Чуть больше Чем Хотелось бы Тиуа Я не знаю Но это вообще Не проблема Пару торов По турелям Еще торы заказаны После того Как убедил Сетивай Что у соперника Именно мута Что же делать Сейчас Дарку Ну смотрите Я бы сейчас Попробовал Наверное Прям Резко Выйти в Инфестора И точно Не в Бейлинг Нест Я не понимаю Зачем тут Бейлинг Нест Бейлинг Нест Сейчас это просто Газовые инвестиции В юнитов Которые имеют Спорную эффективность Когда зерк Так долго Отставал По экономике То есть Вайперов Слишком долго И скорее всего Тоже Можно не успеть А вот парочку Инфесторов С невралами Допустим Для хорошей инициации Было бы интересно Хотя тоже Можно не успеть На самом деле Неврал это Тоже долго ждать Просто Видя запасы Дарка по газу Тут прям хочется Либо инфесторов Либо вайперов Вот что-то в этом духе Банше попались На моталисков Неприятный эпизод Для мехтерана Тевое главное Вот не засидеться Дома И сидеть дома Слишком долго Потому что Это просто приведет Опа Подождите А куда орбиталка На мы не полетела Там же был Четвертый командный Центр Сто процентов Или орбиталка На мейне Полетела Вот на эту Ааа Вот на эту Еще базу В чем смысл Вроде на мейне Еще нормально Было денег Очень странно Это На самом деле Очень странно Я правда Вообще не понимаю Смысла На данном этапе игры Ну ладно Сейчас посмотрим Что успел Тут Насобирать В плане Боевого лимита За все это Время Дарк Есть ощущение Что Толком Ничего Серьезного У Бэйнов Там нет Грейда На скорость Поэтому пока Они просто Бессмысленный Мусор Против меха Ну Сколько Бэйнов Докатилось Два Три Торы Чуть ли не Ваншотят Не Ну пока Несмотря на то Что Дарк Тут Вроде 200 лимита Имеет Просто Непонятно В чем Эти 200 лимита Заключаются Как они Должны Выиграть Сражение В какой Еще вселенной Они это Могут сделать Но там Контратака Роучами Была неплохая Я не понял Только чем Она закончилась Закончилась ли Плюс Наконец Ты готов Грейт Нам Увбейном Может быть Это тоже Поможет Все Пошел Пошел Дарк Как раз Почему-то Начал Отступать Тиуай С разных Сторон Дарк Заходит Очень Красивая Атака Очень Красивая Вот Те самые Роучи Которые Шли в Контратаку Они Вернулись И помогли Окружить Войско Тиуая Ну Здорово Сыграно В этом Эпизоде Ничего Не скажешь Тиуай Правда Как-то Немного Страновато Там Убегал Непонятно Куда Непонятно Зачем И поэтому Его на Муве Застал Соперник Но Это Не умаляет Заслуг Дарка В этом Эпизоде Сильно Сыграно Зергом И сейчас Он попытается Развить Этот Успех Вот Такое Наступление С учетом Того Что Боевого Лимита Утерна Мало Да еще Его часть Находится Где-то Там В другой Части Карты Может быть Что-то Получится В этой Ситуации Очень Широким Фронтом Нападает Дарк Снова На Гигантском Лимите Бэйны Куда Смогли Вкатились Реведжеры Остаются Но Маловато Здесь все-таки Дарка Для того Чтобы Прямо Пытаться Выбивать Мехтерна С карты Мехтерна У которого Планетарная Крепость Куча Танков Не Отказывается Дарк Пока От этой Идея Потому что Чувствует Что Маловато Продакшена Было У Тиуая И Не очень Много Юнитов Он успел Восполнить Тиуая Конечно Очень Хороший В технологичном Плане Состав армии Непонятно Только Куда Танки Без раскладки Едут По-моему Тиуай Больно Сильно Увлекается Эвдуаченькой Рабов Даже Выводит Теран Мне кажется Это излишество Чем это Сейчас Делать Рабы Пусть Он планетарную крепость Вычинивает Благо Там Беннингов Нет Тиуай Спокойно Здесь Отбивается Запасом Планетарка Не близка К тому Чтобы Дрогнуть И просесть Под давлением Дарка Дарку Все-таки Нужен Какой-то Более Технологичный План Опа Здесь Что было Подождите 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 А что Было На вот Той базе Сверху Там Помните Была Орбитальная Станция И туда Забегали Роучи В контратаку А может быть Дело Как раз В том Что там ЦЦ Был потерян И поэтому Тиуай Так сильно Просел А нам Это ни черта Не показали С очень Высокой Вероятностью Там реально Мог быть Просто Потерян Командный Центр Орден Тарсона Там Да Вот это Вот Все Тиуай Причитается В этом Случае Потому что Там были Одни Только Роучи Вот это Поворот Который Я конечно Не учел Потому что Мы его Не видели Так Тиуай Сидит На трех Базах Получается Только Только Сейчас Он Восстанавливает Новый Командный Центр Да Говорят Что ЦЦ Был Потерян На той Атаке Ну Это Конечно Сильно Меняет Расклады Потерянный Командный Центр Здесь Для Тиуай Это Максимально Болезненно Вообще Изначально Непонятно На какой черт Он туда Перелетал С мейна Я об этом Говорил Это Все еще Меня Смущает Эта Идея Туда Перелетать Но Все равно Терять его Было Не обязательно На рачах Так Что у нас Теперь Происходит На карте Давайте Проанализируем Зерк Идет Во все Ультралис Кеверн Грейтер Спайр Нидус Адреналин И плюс Три На дистанционную Атаку То есть Он Реально Идет Во все Прям Во все Что только Можно Теран Ну во первых Отдает Кучку Циклонов Которая Там Развлекалась Справа Чистила Крип Во вторых Доделывает Третий Апгрейд И делает Грейд На скорость Закупки Минам Для того Чтобы Их Дропать Во лбу От них Пользы Не будет Но Ими Можно Будет Подрихтовать Экономику Дарка Которая Сейчас Безусловно Слишком Хорошо Какой план У Дарка Есть ощущение Что там По прежнему Многовато Вот этого Реведжера Линга Бэйнового Состава Армии Как для Стадии Игры Там Грейдов Мехтерна И так далее И так далее Но я Не исключаю Что это Может Сработать При Должном Исполнении Вот Если Так же Развести По нескольким Фронтам Да Или Попробовать С контратаками Что-то придумать То это Может Сработать Какая Здесь Вообще Бригада Заходит Да Тут Пора И втором Не отделаешься Не знаю Зачем Они Переключают Режим Вообще В чем Прикол Он же Только На атаку По воздуху Влияет Одновременно На две Базы Нападает Дарк Обе Зачищены Именно Орбиталками Тут У Тюай Реально Проблемы Просто В Нидус Уходит Дарк Еще Напоследок Побросав Кучу Коррозив Байлов Одна Собака Увлеченная Что-то Грызет Судя по звуку Это Видимо Командный Центр Был Строившийся У Тюай Очень бедная Экономика Сейчас У него 60 Работа Вроде Неплохо Но Кругом Робитальные Станции Постоянные Потери По майнинг Тайму Видел Конечно Тюай Что-ли Закопались Еще Где-то Там Черв Нидуса Появился Воу Воу Можно Можно Перестать Можно Перестать Пожалуйста Не 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 Тюай Ну Не 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 Блин Он Даже Видели Дарк Бэйна Выкопал И Хотел Только Что Заказанное ЦЦ Выбить Не Тюай Конечно Столько Себе Проблем Тут Сочиняет Это Просто Ужас Столько Проблем Все Было Очень Неплохо У Терна Но Тут Перелет Орбиталки На Четвертую Потом Он Эту Орбиталку Отдает На Роуч Потом Он Там Как-то Непонятно Отступает В момент Надо Принимать Сражение Потом Он Просто Сец Цэшку Убивает Ну Чисто Чтоб Мало Не Было О И Это Реально Могла Быть Давным Давно Выигранная Игра Для Тюай Но Количество Изобретенных Терном Проблем Для Себя Любимого Превышает Просто Все Все Допустимые Показатели Знаете Мы Взяли Анализы Тюай Не Будем Уточнять Анализы Чего И Выяснили Что Объем Создаваемых Им Проблем Самому Себе Он Просто Превышает Любые Допустимые Нормы Для Профессиональных Корейских Игроков Понимаете Да Либераторы Раскладываются На базах Зерга И мешает Ему Добывать Удар Кстати Не такой уж Большой Запас По газу Чтобы он Прям С безразличием Относился К происходящему То есть По нему Это бьет Можно Не сомневаться Но мне кажется По тиваю Все Вот эти Приключения Бьют Намного Сильнее Сейчас Сможет Быть Очень Больно Слонам Мины По ним Хорошо Прошлись Но Тут еще Реведжеры И зерлинги Не хватает Аверсира Чтобы как раз Мины Зачистить Но Контратаки Слонами Выглядят Весьма Болезненно Кстати Реведжерами Можно было бы По этим Минкам Попасть Закопанный Слон Пострадал От торов Потому что Рядом была Турель Да Да Вот так Реведжерами По минкам Хорош Дарк Сориентировался Дарк Прямо будет Пытаться Добивать Оппонента Слонами И зерлингами С 3-3 Выглядит Беспроигрышной Стратегией Единственное Что может Смущать Это Либераторы Но я так понимаю Против них Как раз Реведжеры Должны Более-менее Неплохо Сработать Последний Контратакующий Слоник Сейчас Отлетит Довольно Неожиданный Стиль игры Против механизации Ой, как красиво Он снова Нападает Инициация Невралами По танкам Ой, Дарк Ну, это здорово Это правда здорово Все три игры Дарк Вот такие Красивые моменты Нам демонстрирует Время от времени Но объективно Пока Дарк Тиуай Переигрывает Правда Вот просто Переигрывает Говорите, что хотите Очень хорошо Заметно Что Тиуай Местами Просто не успевает Как сейчас Великолепные Блондин Клауды Которые были По сути Окружены И по-моему Тиуай Пришло время Писать ГГ Здесь уже Не вытащить Не вытащить Против этой Зерговской Машны Там могут Как угодно Сколь угодно Хорошо взрываться Мины Но Перспектив Не малейших Командные Центры Теряются Добыча Утевая Сейчас около Нулевая У него Всего одна База качает Сколько качает Базу Дарка Страшно даже Сосчитать Четыре Наверное Да Раз, два, три Да Должно быть Четыре Сейчас там на пятой У Дарка Проблемы За Хелбата Эмин Запас По деньгам Гигантский В любой момент Дарк Восстановится 200 на 100 По лимитам Фактически Так что Знаменитый Француз Лука Дисыплай Однозначно Нам Должен Рассказать Каково Соотношение Сил В этой игре Инфесторы Продолжают Ползать Дарк Определенно Хорош Он Все Инструменты Своей расы Использует Просто Все На фоне Тиуая Который Выбивает Собственно Орбитальные Станции Понимаете То есть Нет победы Справедливее Чем Одержанная Дарком В этой игре Над Тиуаем Да Дарк Был позади В какой-то момент Да Ему было Тяжело Да Тиуай Мог бы Несколько раз Эту игру Забрать Но Кто Тиуай Доктор Только он сам Придумал себе Проблемы А Дарк Наоборот Сыграл Просто Блестяще 2-1 Зерк Заслуженно Выходит Вперед И будет Подавать На матч Четвертый сет Террен потерял Право на ошибку И мы находимся На карте Винтерс Гейт Одной из Скартного Ладерного сезона Во втором Старкрафте Которая добралась И до Глобал Старкрафт 2 Лиги На Винтерс Гейт На карте Такой Довольно Маленькой Весьма Специфической С массовыми Зонами Замедления Наверное Нападать Может быть Не так Весело Как раз Из-за этих Самых Зон Замедления Не из-за того Что карта Маленькая Но я бы Все равно Ждал Более Агрессивной Игры Потому что Мы На больших Картах Сандерберт И Кингскофф Видели Оупенинги Ну В случае Кингскофф Точно Не способствующие Прямо Стандартной Макроигре На Тритоне Так вообще Там Дарк Зарашил Опять же На Кингскофф Были Прокси Бараки То есть В целом Игроки Настроены На контактный Старкрафт И Пока В этом матче Я бы сказал Что Тиуай Просто смотрится Хуже Мне это Скорее Менее Приятно Я бы хотел Победы Тиуая Я бы на самом деле Куда больше Хотел увидеть На Близконе Тиуая Чем Дира И Хиро Вместе взятых Это я вам скажу Абсолютно Откровенно Фактически Если Тиуай Сейчас проигрывает То Корею На WCS Global Finals Гарантированно Представит Только Один Терран Только Мару Больше Терранов Не будет Все остальные Там Не ну Конечно В теории В теории Еще остается Кин Но Кину Для того Чтобы представить Корею на GSL Нужно Ну давайте Сейчас посчитаем А ему Победить на GSL Нужно Там даже Выход в финал Ничего не дает Только победа Вы верите В то что Кин Станет чемпионом Этого сезона GSL Вот и я Не очень верю А вы Спрашиваете Кто такой Кин Ну Узнаете Завтра Узнаете Завтра Когда Кин Будет играть В плей-офф GSL Спустя По-моему Много-много лет Здесь тем временем Прилетает Первый Reaper Третья база Кстати Дарком Поставлена Не так Как многими Другими Игроками На ладдере Третью базу Я видел Чаще ставят Возле зон Замедления Но Зергу Наверное Действительно Этого Не хотелось бы Там как Там можно Ставить базу В районе Зон Замедления Но тогда Надо камни Прогрызать Сразу же Для этого Нужно Немного больше Собак Чем обычно Поэтому Возможно Дарк Принимает Правильное Решение Но С другой Стороны Чтобы защищать Более удаленную Базу Тоже Нужно Больше Собак Чем обычно Ну В общем Не знаю Будем фантазировать Решение Принято Грейд На скорость Овером Заказан Первым В ущерб Грейду На мувлингом Это не хорошо И не плохо Это просто Ставка Дарка Он хочет Разведать Хочет Точно узнать Во что Это его Оппонент А там Ничего особенного Там просто Гелеона Банши И Кстати говоря Я Не понимаю Почему до сих пор Не заказан Грейд На мувлингом Он наконец-то Пошел Какое-то Количество Гелеонов Тиуай Построил После этого Барак Прилетает На реактор Рипер Потерян На королевах А Гелеон Его сейчас Попробует Проехать Потому что Королевы Оказались Не позиции И слинги Которые Выигрывают Время Которые Позиционно Очень круто Располагаются И вот Просто так На рампу Гелеонов Не пустят В итоге Прекрасно Минимизирован Урон Да Майнинг Тайма Много Потеряно Но Рабы Не терялись Тут Все Здорово Сделал Дарк И он Отменил Грейд На мувлингом По итогу Вообще Зерк Будет Не 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 Дарк Если В ближайшие 40 секунд На карте А Он снова Заказал Грейд На мувлингом Уже Отмененный До этого Очень Интересно Ну От хелбат Пуша Придется Отбиваться Чем Голыми Королевами Да Очень Прохладный Билдордер От Дарка Я понимаю Да Грейд На мувовером До грейда На мувлингом Это само По себе Не страшно Но вот Эта история Сначала Как-то Очень Поздно Заказал Грейд На мувлингом Потом Отменил Потом Заново Заказал К чему Это приводит К тому Что Сейчас На карте Одни Королевы И уже Хелбат Пуш К тебе Пришел В гости Ну Можно Дать Смелый Прогноз Что Сейчас Дарк Просто Отлетит Напишет ГГ и Выйдет И на самом деле Просто Не понимаю Я отдаю Дань Кризис Менеджменту Чемпиона GSL Я прекрасно Понимаю Что он Способен На те вещи Которые Простые Смертные Могут Даже Не понимать Но У тебя Королева И линги Без скорости К тебе Хелбат Пуш Приходит Как Вообще Нормально Все Нормально Говорит Дарк Все хорошо У меня Только Рабы На двух Базах Не добывают Но Так-то Все Хорошо Дроны Переводятся Но Грейт На мувлинг Кстати Доделался Ну Слушайте Это Должно Было Закончиться Намного Хуже Для Зерга Чем Просто Минус Пять Дронов И куча Потерянного Майнинг Тайма Там Еще Только Что Либератор Был Отдан На справой Колонии По-моему Тиуай Опять Эвдвачил Слушайте Тиуай Реально Очень Много Эвдвачит Он Нереально Много Эвдвачит По какой-то Непонятной Причине Реально Нереально Много Понимаете Да Проблему Вот только что Например Он чисто На Эвдва Потерял Сначала Викинга Потом Либератора Викинга На натурале Либератора На мэйне Это Сильно Бросается В глаза Когда играют Прогеймеры На таком Уровне Очень Сильно Сейчас Дарк Такой Посидел Подумал Ну че Я вроде Отбился Отбился Парень там Насливал Юнитов Насливал Погнали Королевы Линги Нидус Включаем Режим Экспресс Прокачки На ладдере Гигантское Количество Зерлингов Дарк Очень Грамотно Не палился Дождался Пока Орбиталка Улетела И бросил Червя Четко Червь Теперь Точно Доделается Ничего С этим Не придумает Терен Команды Сплайс И сейчас Просто 50 собак Забегают На вторую Третью базу Одновременно Беда Ну все Наигрался По-моему Тиуай Знаете Очень странно Это констатировать Но Тиуай Который Всегда был Одним из Сильнейших Игроков По механике В этом Матче Просто Ужасно В плане Механики Как раз Играет Вот эти Ф2 Постоянные Какие-то Уничтожения Собственных Командных Центров Просто Местами Слабая Макро Как будто Вот он Слишком Много Уделил Внимание Себе Как Комментатору Да Вы же знаете Что он GSL Комментирует Пока Тиуай Здесь Держится И у него Скоро Стимпак Будет Готов Еще раз Спасибо Тому Самому Патчу Но Осталось 38 CV На 60 Дронов И Говорить о том Что Дарк Тут улынил Наверное Все таки Погрешить Против Истины Грейтному Бэйнам Во все Делается Королев Реально Много Я бы Сказал Что Да и Крип Спред Тут В районе Третьей базы Есть Я бы сказал Что Дарк Все устраивает В этом Раскладе Он 100 Собак Потерял И 4 Королевы Но там 25 ССВ Я думаю На того Стоило Да 1-1 На 0-0 Будет Долгое Время Но Это Шанс И Вот Эти Два Верлорда Забытых Это Тоже Шанс Хотя Грейтному Овером Определенно Сгладит Расклады Но Мув Бэйнам Кстати Заранее Был заказан Он уже Готов Поэтому У Дарка В этом плане Проблем Никаких 4 База Макрохата Инфестейшн Пит Здесь он Прессингует Эти дропы Да Вот только 0-0 На 1-1 Это проблема Но если я не ошибаюсь Дарк Зафокусил Армари Своему сопернику Хотя нет Наверное Ошибаюсь Заказан же Грейт На скорость Закопки Мин Тогда Тиуай Просто не может Найти деньги На 2-2 Да Тут просто Если не заказывает 2-2 В ближайшее время То вот это преимущество По грейдам Которое есть У Терна Оно канет В лето Обязательно Тиуай Сейчас самое главное Вот по механике Нормально провести Эту партию Из уже Сложившейся Ситуации Он мог бы Излечь Намного больше Из хелбат пуша Он мог бы Лучше отбиться От Нидуса Но сейчас Главное Уже Из текущей Ситуации Нигде Не залажать Потому что Пока грейды 1-1 На 0-0 Армия Тиуай Явно способна На большее Чем армия Дарк Дарк Контратакует Экономики Теперь не будет Никакой На третьей базе Тиуай Наверное На второй базе Тоже не будет Экономически Тиуай Эту игру Уже проиграл Но Армия у него Хорошая На армию Большая надежда 1-1 Зерга Доделываются Но там буквально Пара Бэйнов И Тиуай Похоже Таки задавит Своего соперника Набрасываются Зервинги Напоминаю Опять же У Медивака В энергии нет Поэтому Зервинги Тут максимально Эффективны Танк Танк Не удалось Да есть Чуть-чуть Не хватило Канал Нидоса Конечно Терять не хочется Довольно Дорогое И Перспективное Скажем так Здание Бэйнинг Нест Был потерян Дарком GG Он Дублировал Бэйнинг Нест Видимо он был потерян Где-то до этого И Тиуай Удаётся Задавить Соперника В очень Странной Хаотичной И непонятной Игре На Уинтерс Гейт Возможно Дарк Погорячился С этой И удалось бы Тогда отбиться Но так мы Констатируем Что Тиуай Несмотря на Неидеальное Исполнение Всё-таки Наказал Дарка За весьма Странный И не Раша Устойчивый Билд 2-2 Этот матч Переходит в Пятый сет И это Действительно Здорово Ну господа У нас с вами По-настоящему Эксклюзивная Возможность Увидеть Не просто Пятый сет В плей-офф GSL COODES Но ещё Увидеть Карту GSL COBALT Карта Эксклюзивная Для Global Starcraft 2 лиги Карта Которую мы видим В деле Очень редко Обычно Игроки Вычёркивают Но конечно Вычёркивание На стадии Плей-офф Меньше Из-за того Что это матч До трёх Побед А не до двух И поэтому У Кобальта Куда больше Вероятности Появиться В лайнапе Карт на матч Хоть и В роли Заключительной Карты TY Титаническими Усилиями Вытаскивает Этот матч В Десайдер В заключительную Пятую карту Всё ещё Мне Не нравится Как выглядит TY Потому что Есть ощущение Что он Подсдал В плане Механики По сравнению С теми Этапами Карьеры Когда он Не был задействован Как комментатор На GSL Но Стратегически Он выглядит Неплохо И стратегически Опять же Было много Претензий У меня К Дарку По прошлому Сету Очень плохой Стартовый Билд Даже Несмотря на Механические Ошибки TY У Дарка Был слишком Поздний Грейт Мувлингом Из-за чего Очень много Урона Он получил От хелбат Пуша И при этом Опять же Стратегически У TY Хороший Билд Для того Чтобы От Нидуса Отбиться Что ему В итоге И помогло Ну и Опять же Дарк Не уверен Что сильное Решение Принял Когда Отправил Очень много Юнитов Контратаку Там Скорее Стоило Просто Отдать Четвертую Чуть-чуть Контратаковать Бэйнами Третью Чтобы Ослабить И без того Не самую Крутую Экономику Соперника И вот В момент Готовности 1-1 Наломиться С разных сторон На марика Танки Вышло бы Куда веселее Чем то Что получилось По итогу Ну а здесь Минус Дрон Неудивительно Третью базу Так просто Не поставить Когда Теран Вот в такую Разведку Едет Линги Кстати Отправились В контратаку Сразу Тюай Это конечно Понимает И Дарк Ставит Роуч Ворон Не даешь Мне третью Ну тогда Давай посмотрим Как ты отобьешься От лына С двух баз Ну или точнее От Жесткой Тайминговой Атаки Давайте мы Так назовем Здесь Тюай Все правильно Делает Спасает Двух Рабов Сбивает Таргет Зербингов А потом Отбрасывает Рабов Еще и Бомбочкой Но Зато Они выживут Им сейчас Было больно Неприятно Но Они выживут Если Тюай Каким-то Чудом Здесь Рипера Не отдаст Конечно Что в принципе Тоже Пока нельзя Сбрасывается С щитов Такой расклад Но уже Появляются Гелеоны Газ до барака Был Старпорт На техническую Лабораторию Вроде должен Перелететь Да Или нет Или нет Потому что Если нет То Вот эти Роучи То Сейчас Да Пройдут Незаметно Для глаза Тюай Но с другой стороны У тюая Мародер Заказан Ха Мародер Это хорошо Против этих Роучей 30 рабов На 25 Если рабов Сразу Ввести На мейн Да на мейне Там как-то С мародером Отбиться Ну Это еще Нормальные расклады Вот этот Соплайн Надо отменять Раба уводить Сразу Тюай Не успевает Другими вещами Занят Ну Вот Первый Мародер Опять же Появился Викинг Тут еще Есть Викинг Может Приземлиться Дать Немного ДПС Вывести Рабов Да 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 Тут Тюай Должен Отбиваться На самом То Деле Вот Вы знаете В этих Атаках У зергов Всегда Есть Проблема Что Ты можешь Просто Не Довложиться В Роучи Реведжеров Например Придешь Просто Тремя Четырьмя Реведжерами А Террен Тебя Тупо Гелионами Сожжет Или Придешь Вот Такими Роучами А там Был Мародер Заказан И Что Теперь Делать Между Прочем Мародеры Продолжают Строиться И Стимпак Им Делается И Вообще Сейчас Можно Такой Выход Сделать Мародеры Со Стимом И Хелбаты Просто Поставить Армари Подхилить Этих Гелионов И Сделать Такой Выход Еще Викинги От Этого На самом То Деле Не Так Просто Отбиваться Видимо Без Армари Будет Это Исполнять Тивай Ну Все Равно Все Равно Очень Опасно Мародеры Со Стимпаком С Таким Ранним Это Вообще Жесткие Юниты Когда У Соперника Нет Кучи Зернигов Со Скорости Викинги Себе Ищут Цели Не Находят Дальше Там Третий Командный Центр Танк Две Инженерки Наверное Пойдут У Тивая Будет Играть Стандартное Био Тут Ага Все Таки Полетел Дроп Гиллион И вы Что Мародеры Со Стимпаком Просто Дом Будут Грустить Да Ну По Это Можно Было Было Реализовать Куда Агрессивнее Нет Ну Ладно Тивая Тут Определенно Виднее Но Мне Кажется Не Было Оснований Для Того Чтобы Задерживать Этих Мародеров Дома Когда У них Уже Есть Тим И У соперника Нет Грейдана Мувлингом Но Вот Это Прекрасный Дроп Определенно Он Нанес Больше Урон Чем Нанес Бо Мародеры 8 Дронов Это Серьезно В этот Момент Еще Викинги Летают Мхитоверов Сбивают Заново Высадились Гиллионы Еще Хочет Немного Подобивать Тивай Вот Это Не верен Что Было Круто Трех Гиллионов На Двух Дронов Разменять Но Все равно Возможно Оно Того Стоило Чуть Чуть Не Дореализовал Тивай Потенциал Имевшихся На карте Юнитов Точно так же Как Кстати И в Прошлом Сете Но Опять же Так же Как и в Прошлом Сете Задумка Дарка Тоже Не идеально Сработала Там Это Был Нидус Здесь Это Было Стартовое Поджатие Роучами Я ожидаю От Тивая Очень мощный Выход С грейдами 1-1 И Я думаю Вот это Будет Ключевой Момент Игры Потому что Там Будут 1-1 На 0-0 И У Дарка Не было Тут Какого-то Мега Экономического Преимущества Как на Тритоне Где он Просто Массой Задавил Оппонента Наплевав На апгрейды Здесь Массой Задавить Не удастся Боевые Лимиты Равны И вот Как раз Выход Терана Станет Вообще Ключевым В понимании Судьбы Тивая На Близконе Если Выход Не удастся То дальше Дарку Конечно Будет Не очень Сложно Продолжить Планомерное Развитие Своей Экономики И Технологии И Скорее Играть Позиции Силы Не уверен Я Что Здесь Надо Было Сливать Этих Юнитов Тиваю В преддверии Выхода Который Я вижу По крайней Мере Логичным Может быть Тивай Просто Не видит Этот Выход А может Он Любой Ценой Хочет Забрать Крип Потому Что С этой Стороны Он Как раз И Будет Нападать Это Тоже Версия Которая Право На Жить Плюс 11 Дронов Еще Ударка Нет Определенно Нужен Тиваю Выход С 1 1 Вот Прям Он Так Сейчас Напрашивается Он Так Напрашивается Я Передать Не Если Тивай Будет Просто Тихомирно Сидеть Строить Дома Танки Ну Там Уже Вайперов Можно Получить К моменту Когда Тивай Куда-то Соберется Идти В Атаку Мне Катастрофически Не нравится Идея Просто Сидеть Дома И Ничего Не Делать Тут Еще Такое Узкое Место Такая Потенциально Хорошая Позиция 1 1 На 0 Там Грейдана Мувлингом Еще Нет Вот Представьте Сейчас бы Сражение Давал Тивай 71 Лимит На 83 Боевого При этом 1 1 На 0 0 И Там Куча Бесполезных Лингов У которых Даже Грейдов Нет Это Дарк Б Точно Отдавал Четвертую Там Никак Не Защитить Было Тивай Упускает Эту Возможность Точно Упускает Да Конечно Со Стороны Всегда Виднее Есть Это Окно Или Нет Ну Так Наташа Не Про Геймеры Чтобы Какие-то Вещи Которые Мы Понимаем Просто Видя На Карте Все Чувствовать И читать По Каким-то Косвенным Предпосылкам Тут Здравствуйте Армор Еще Завтыкано 2-2 Будут Где-то В следующем Столетии Заказаны Ну И Вот В какой Момент Тивай Собирается Идти В атаку Вот Реально Он Придет Когда У соперника Уже И вайперы Могут Быть А Он Прям Сейчас Пойдет Интересно Ну Идеальный Тайминг Сейчас Уже Упущен Но Какой-то Еще Остается Определен Потому Что Там Не Мува Лингом Не Мува Бэйном Мувлином Еще Готов Мувбэйном Еще Не 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 Мне Уже Меньше Нравится Это Наступление Но Все Равно Это Лучше Чем Продолжать Сидеть Дом Это Сто Процент Видите Как Дарк Прям Легко Готов Эту Базу Отдавать Прям Вообще Не Думая Вот Ее Можно Было Забрать Минуту Назад Но Даже Сейчас Это Неплохо Дарк Определенно Должен Был Ждать Грейдан Муваином Который Сейчас Только Доделывается Либератор Тем Временем Забирает Королеву На Мэйне Но Тут Подошли Еще Другой Либератор Воюет В это Время На Третьей Базе Его Забрала Справая Колония Забрала Точнее Летает Еще Какой-то Дроп Морпехов Тюай Тем Временем Меняет Фронт Для Наступления Нападает В центре Карты Не Думая Как-то Дарк Это Сражение Принимает Но Разменивается Чисто По Лимитам Похоже Неплохо Тарк Сейчас Да Получает Вайперов У него Основная Ставка Дальше Будет Именно На Них Соответственно Тюай Перестраивается В Мины Тюай Обратите Внимание Уже Севи Больше Чем Дронов Узерга Так Что Он Близок К реализации Своего Плана Экономического Наконец То По Грейдам Тюай Отстает Опять же Отставание Совершенно На ровном месте Полученное Совершенно Не Обязательное Оно Есть Оно Не Фатально Но Оно Несколько Ограничивает Тюай В Принятие Генеральных Сражений 9 Танков На Карте По 200 Лимита Ой Тут Как Раз Не Успевает Тюай Разложиться И Грейды У него Не Были Были Готовы Надо Улетать Отвлекает Соперника Дропами В этот Момент Теран Не Сказать Чтобы Эти Дропы Многого Добились Но Они Должны Были Отвлекать А Они Отвлекли Давайте Так Сформулируем Тюай Какие Прям Совсем Аркадные Дропы Сейчас Четырьмя Медиваками Пытается Реализовать Хату Выбит Безусловно Что-то На этом Потеряет Может Быть Оно Того Стоило Не Знаю Меня Начинает Немного Смущает То Что Как Тюай Армии Медленно Развивает В технологичном Плане Еще раз Подчеркиваю Нельзя Сравнивать То что Происходит Здесь С тем Что Происходило На Тритоне В Тритоне В какой-то Момент Тюай Очень хорошо Вышел Вперед По экономике И там Можно было Просто Продолжать Склепать Пехоту Он еще И по Грейдам Был Впереди Там Короче Все Было Отлично Здесь Да В общем-то Ни в какой Момент Прям Сильно В начале От роучей Но Не использовал Тех юнитов Которых Он построил Для того Чтобы отбиться Оп Конкассив Шелс Нет По-моему Только что Это было Сильно Заметно А тут Тем временем Занимается Остров И чтобы Защитить Остров Нужны Сидж танки Серьезно Да Какой Интересный Игрок Прям Он реально Просто Занимает Остров С танками Это Типа Чтоб Червя Не кинуть Ну ладно Самый Странный Гарнизон Который Я вообще Мог Предположить От Терана На острове Там Кстати Червя Все равно Можно бросить Прям Под танки Они до него Не достанут Просто Ну их Можно Сложить Правда Все равно Дореагировать Ладно Интересно Мыслит Тиуай Дарк отдает Роучи Но мне кажется Кстати Это ему Во благо Ему эти Роучи Уже Не нужны Вместо Они должны Появляться Слоны На карте Роучи Свою Отвоевали Грейды У них Слабые Вот Линго Бейны По грейдам Впереди У них 2-3 на 2-2-2 Сейчас А здесь Ой-ой-ой-ой-ой Вот Такой Дроп Это Прям Мощно Танк Разложенный На острове Который Бомбардирует Базу Дарк Да Это Я понимаю Пошли Дроп Мин Ой Здесь Вайперы Подлетели Да Они Просто Выдернут Танк Ну Там Можно Было Реведжерами Его Заснайпить Если Они Еще Остались Но Такой Вариант Тоже Работает Прикольная Задумка Кстати Тем временем В табличке Производства Появляется Первый Ядерный Удар За этот Матч Дарк И Тиуай Полны решимости Показать Нам вообще Все прелести Современного ТВЗ Кроме Может быть Батлов Здесь Налом Безальтернативной Победой Дарка Увенчается Потому что Тиуай Мягко говоря Не всеми Юнитами Там Воюет Тиуай Хочет Забрать Сеть Нидуса Наверное Но пока Не удастся Куда Нюка Пойдет Дроп Гаста На остров И Нюки Оттуда Как он Такой Расклад Полетел Новый Либератор Куда-то Там Направо Харасить Игра Прям В уверенное Макро Выходит Из которого Так просто Выбросить Ни Терна Ни Зерга Не удастся Потому что Слишком большим Очень скоро Будет запас По ресурсам Пока его У Тиуая Нет вообще Но поверьте Он появится Хорошо На дроп Реагирует Во Я об этом И говорил А Но тут Планетарка Вау Ну Планетарка Наверное Выбила бы Червя Сама Слушайте А это Прикольная Идея Идея То есть Можно Бросить Да Там Опять Ф2 Видимо Поэтому Танки Так Странно Себе Ведут Можно Бросить Червя Так Чтобы Танки До него Не доставали Но Тогда Будет Доставать Планетарка Да Я Об этом Не подумал Ну Ультимативненько Выглядит Черт Там Действительно Не похарасить Очень Надо Правда Перестать Сетевая Пользоваться Ф2 Просто Жесть Как надо Ну Или По крайней мере Чуть Аккуратнее Делось Потому Что Танки На Острове Например Сейчас Сложены И Сейчас Остров Уязвим Дарк Просто Туда Не Смотрит И Видимо Не Понимает Что такая Проблема Есть Дарк Вместо Этого Просто Будет Наламываться Вот так В лоб В чистом Поле Надеется Выбить Он Армию Соперника Просто Кавалерийским Наскоком Получается Пока Очень Здорово Потому Что Здесь Минус База Со всеми Патрахами Ну Тивая Армия Была Очень Сильно Рассредоточена И По-моему Гасты Вообще Ничего Не Сделали Кроме Того Что Снова Как-то Не знаю Механически Слабо Выглядит Тивай Ох А вот Тут Кстати Проблема Говорили Мы О почти Неуязвимом Острове А Караптеры Могут Просто Прилететь И планетарку Забрать Слово Ну Это Реально Проблема Причем Проблема Нерешаемая Сейчас Минус Ц Надо Лететь Туда Какой-то Орбиталкой Плохо Сейчас По экономике Все У Тивая У него С учетом Количества Рабов На острове Реально Добывают Качают Сейчас Где-то 40-45 И Тивай Наламывается Вот так Просто Ой-ой-ой Дарк Сейчас Расстреляет Всех Либераторов Скорее Всего И Похоже Просто Вышвырнуть Тивая С картой И С Близкона Не знаю Не знаю Но Тивай Действительно Показал Себя Слабее Чем Наверное Должен Показывать Топовый Кореец Который Рассчитывает На хороший Результат На чемпионате Мира Поэтому Нет Особых Сомнений В том Что победа Дарка Заслуженно Жаль Жаль Что Тивай Не будет На WCS Global Finals Жаль Что там Будет Только Один Корейский Тиран Но Конкретно В этом матче Тивай Не наработал Он Выглядел Не так Сильно Как Выглядел Ранее Именно С точки Зрения Механики С точки Зрения Каких-то Других Базовых Характеристик Неплохая Стратегическая Подготовка Но Явная Нехватка Какой-то Хорошей Практики